Всем привет! Сегодня я вам предлагаю рассмотреть наушники от компании GoGadget. Это CityBat Model S. Ну, еще она сокращение идет HC004. Чем примечательны данные наушники? Во-первых, здесь уже есть активное шумоподавление. Это на самом деле наушники довольно премиальной линейки от данного производителя. Есть также режим ENC, есть режим прозрачности IPX4 по влагозащите. Значит, имя них можно будет заниматься спортом и не бояться, что, к примеру, они от пота или небольшой влаги не пострадают. Поставляются они в очень привлекательной красивой коробочке. Здесь все защищено. Отдельно провод, отдельно новые амбушюры, другие большего и меньшего размера. Ну и краткие технические характеристики у нас с тыльной стороны. Также производитель помечает данные наушники как премиум дизайн. Надежная посадка без выступающих деталей. На самом деле наушники очень необычно выглядят. Это капельки. Ну, тут не только наушники, тут сам бокс довольно интересно выглядит. По кратким техническим характеристикам, в емкости каждого наушника, по емкости каждого наушника, значит, 35 мАч, емкость кейса 250. Ну, я думаю, что в такую малышку больше запихать довольно будет сложно. Ну, и 35 и 250 этого вполне достаточно, чтобы 5 часов слушать музыку, либо часов 5-6 разговаривать по телефону. Это очень даже много. Ну, плюс с подзарядкой от самого бокса. Можно растянуть удовольствие от прослушения музыки на 15 часов. Собственно, так заявляет нам производитель. Как я уже говорил, активный режим активного шумоподавления у нас присутствует. Есть несколько режимов. Это игровой прозрачность. Собственно, этого нам уже достаточно, потому что некоторые наушники даже это не могут. Ну, что еще здесь есть? Bluetooth 5.2, аудиокодеки AAC, SBC, ну и тип зарядки USB Type-C. Давайте посмотрим сами наушники. В комплекте идет инструкция на русском языке. Здесь опять же дублируются все технические характеристики и по управлению тоже здесь это все есть. Управление сенсорное. Оно осуществляется тапами. Так что перед использованием следует изучить, как это делается и уже переключать. Сами амбушюры, не просто резиновые накладки. Это они дублируют частично сам наушник. Здесь есть прорезь под контакты. Ну и есть небольшой выступ, который как раз при установке в ухо очень надежно удерживает наушники. И что еще мне понравилось, то что они на самом деле почти не торчат из самого уха. Здесь у нас есть большего диаметра и меньшего. Среднее уже установлено. USB Type-C провод. Это я считаю, что стандартный такой проводок. Ну уж я не знаю, можно его даже и не добавлять в каждый комплект. Все-таки у каждого сейчас уже, наверное, дома есть USB Type-C провода. Сама капсула бокса наушников очень компактная. Она выполнена из такого нежного цвета, женского, женственного. Так что девушкам, я думаю, что очень понравится. Ну и здесь опять же присутствует логотип Go Gadget. С тыльной стороны у нас есть разъем USB Type-C. Есть светодиод индикаторный. То, что показывает у нас идет в данный момент заряд аккумуляторов. И крышечка очень такая интересная сделана. Она не открывается. Она именно сдвигается. С тыльной стороны у нас здесь указаны опять же краткие технические характеристики. Модель. Ну и, если честно, мне очень нравится. Я не видел до этого ни разу, чтобы такой тип открывания. Это слайдер, как на старинных Sony Ericsson, либо Nokia. На самом деле очень прикольно. И она фиксируется. Она самостоятельно не откроется. И в конце она тоже опять же блокируется. Так, наушники. Если честно, наушники очень довольно маленькие. В кейсе здесь есть контакты для заряда. Ну и видны магнитики. Так, сами наушники очень компактные. Я еще раз повторю, что здесь внутри 35 мАч. Как бы как у них получилось это заполкать, я не знаю. Так, ну что еще удивительно. Сама вот амбушюра. Она на самом деле почти весь наушник обхватывает. Здесь есть юбочка, на которой держится. Ну и небольшой шпенечек такой. Индикаторный светодиод. Видите, звуковод довольно жирный. Такой толстый, большой, объемный. Прикрыт металлической сеточкой. Это уже как бы такой намек на премиальность. К премиальному сегменту. Два контакта. Ну и на самом деле можно сравнить, что он даже меньше ногтем. Довольно мощные магниты. Как раз хочу показать, что у нас здесь сеточка металлическая. И если сравнить с другими амбушюрами, то видно размеры. Стоят средние. По качеству звучания. Звук первоначально мне показался немножко таким сжатым. Но после немножко как поигрался с громкостью, включил свой любимый жанр музыки. Если честно, наушники меня удивили. Потому что по качеству звучания. Ну, они не из того ценового сегмента, в который продаются данные наушники. Они, я как бы предполагаю, что должны стоить раз в два дороже. Потому что звук на самом деле очень такой приятный. Звуковая масса очень такая объемная. Передается хороший такой звук. Причем низкие частоты ничем не отстают, к примеру, от средних. Ну и высокие тоже как бы есть. По звучанию вообще претензий никаких нет. Потому что качество звучания данных наушников на очень хорошем уровне. Понравилось, что все-таки 5 часов аккумулятор терпит. Ну, понятно, что это на средней громкости, но максимально это вот там 3,5, максимум 4 часа. Ну, и этого очень достаточно. Потому что при максимальной громкости вы просто не сможете слушать долго музыку из данных наушников. Очень долбит, мощный, хороший и качественный звук. Так, ну что. Собственно, вот что я хотел рассказать о новинке от компании GoGadget. Модель CityBuds S. Мне понравилось.